всех приветствую граница пляжей лагуна пляж который только что снял и справа от нас чайка вот такой вот грунт нынче у этого пляжа народ все-таки концентрируется поближе к морю но это понятно это само собой и все-таки предпочитает мне кажется гальку чем больше чем этот песочек не знаю мое мнение хочу начать со стенда хочу начать со стенда дабы показать вам ценовую политику ознакомить вас это все что вас интересует в первую очередь любуйтесь шезлонг под солнцем 300 рублей в день под аэрарием 500 рублей в день прокат зонта и 2 шезлонга тысяч ну 500 тоже самое выходит прокат качели 250 рублей час бунгало 700 рублей час день непонятно то что-то как так написано рублей час рублей день число вы видите какое свежачок хотя не знаю может в этот выложу ролик несколько попозже так смотрим смотрим как не пройти лучше наверное я наверное лучше давайте я пройду в сторону пляжа поближе к морю покажу вам сколько народа загорает покажу вам сапа-мапа на обратном пути уже вернусь по набережной я замерял воду вода стремится к 22 градуса но пока нету 22 кстати я не обратил внимание сколько градусов тут показывал это этот термометр вы не термометр на на тенде сколько озвучить озвучил но запомнить не запомнил это пляж чайка там вот пляж соответственно как он господи называется это эвелин водичка классная песок горячий уже уже такой раскаленный солнце сегодня прям шпарит только так говорят какая-то у нас аномальная жара ближайших день 2 точно будет конечно же можно прогреете так побыстрее надеюсь там он дракон где-то летает замечательные виды сапы-мапы все загорает и только я один хожу с камеры как дурак блин опять вот здесь вот ближе поближе их на камешках ну лично мне комфортнее песочек не очень сейчас выйдем на тропинку там еще один стенд кстати есть и мы с вами еще раз увидим температуру воды как вы которую здесь прописали ну не знаю как на этом пляже возможно также берется информация из youtube о youtube о господи из интернета вот такое состояние сейчас пляжа чайка также эвелин я так понимаю что вот эти вот навесы уже принадлежат больше вели на чем ох тут какая широкая трасса спасатели работают до 20 00 так что позже не заплывайте вода 19 градусов ну вот как то так по моим замерам на лагуне во всяком случае 21 с копейками бунгало качельки но пока я что-то особо спросом не сильно пользуются бувет есть вот место где омыть ноги честно говоря нет как бы раньше она особо и не нужно было если честно потому как достаточно было по камешкам пройтись если что-то мелкое прилипало к ногам то это было временно сейчас жизнь чуть чуть сложнее ладно сейчас присяду где-нибудь а мыть не омою но хотя бы стресс на песочек цветочки вам покажу красивые и пойдем в обратном направлении как говорится снимать набережную получится достаточно длинный ролик но у меня что-то сегодня все длинные ролики я блин в расстроенных чувствах я уже говорил предыдущем ролике большой 40 минут на лоскутный ролик просто умер умер по одной большой причине что я не знаю по какой причине честно говоря просто умер и все пришло сообщение что ролик не загрузился либо обратитесь там к администрации дзена либо обратитесь либо загрузить его заново но я исходные материалы все поудалил нафиг поэтому у меня лишь не осталось и в связи с этим большая большая ну не проблема короче не увидите в этого 4 лоскутного ролика там была большая прогулка заезжал национальный парк хотя он сейчас по-другому называется опт вот как он называется ничего будет повод вернуться но единственно что сегодня его не будет поэтому но я имею ввиду сегодня не будет ролика большого не вложился на мотив так пойдемте посмотрим там было кафе кураж здесь по-прежнему озеро дивная я все время говорю что на этом месте должно быть какое-то общественное такое общедоступное вот такой вот участок здесь можно сделать какой-то маленький диснейленд может быть даже большой именно где можно кайфовать там всем на лодочках кататься может быть даже сделать какой-нибудь выходку в море чебурашка модная стала я немножечко покажу вам кафе кураж вроде как она открылась уже да вот вкусно армянская шаурма на углях 200 250 рублей кафе кураж вон сцена шарики ну в общем я не знаю как уже наверно работает может еще не думаю что уже работает уже игорь что не узнаешь уже что до народа дыхать все работаете не не а где-то работе 5 пара по все ну все сейчас покажу тебе зайду он уже пара сработать здесь я вижу же работает до обед вот пожалуйста 380 рублей ребята открылись но цен пока не наблюдая они наблюдая на их вам не смогу передать потому что далековато тут и тут и тут и тут 55 рублей самая лучшая цена вот победители победители всех 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 я ничего не работают не пойму но не знаю здесь вот самая-самая примат 55 но написано комплексный обед как-то так 55 рублей кафе кураж не понял там написано комплексный обед но пока еще как бы на раздача особо ничего не вижу а птички как поют яблочки я покажу 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 или груши я не знаю ах помню свое детство центральном терноземном мы такие яблочки прям может чуть побольше точили прям со страшной силой кислые что-то там рассказывали себе про белый налив какой-то и точили и так друзья я возвращаюсь к пляжу чайка к набережной пляжа чайка немножечко в шоковом состоянии 55 рублей гороховый суп я просто не видел столько никогда да кстати здесь туалет вы пожалуйста общедоступны для всех в районе пляжа чайка пожалуйста кому интересно кому интересно тут интересно интересно надо будет пойдете вечером здесь прогулочки а вот заведение парус цены кстати я показывал им старые сейчас покажу новые наверное так понемножу что уже новые вы смотрите а я пошел суху искать да ладно что я могу сказать вам тут суп стоит конечно чуть чуть дороже но 70 рублей это прям на рыбацком цены прям вообще такие смешные вот пожалуйста как это нет на море не пойдем купаться тут тоже достаточно широкий выбор меню что-то ответе подкорректировали маркерами что-то вообще не изменялась цена с прошлого года я так понимаю ну по-любому по моему критерию оценки я к сожалению только сейчас запомнила гороховый суп все-таки еще не на сей момент во всяком случае самый дешевый гороховый суп на рыбацком здесь точнее на пляже чайка и лагуна ничего еще не работают игорь когда открываетесь в пятницу открывать а цены там реальные или еще будете комир корректировать правила лова ну пока да пока реальному они потом поменяются естественно все вы слышали все директор сказал потом поменяется да мы еще придем пока вы выигрываете во всей лазовской вот у тебя и вот самый дешевый по моим критериям ну вот отправляю качестве самые дешевые цены конечно куда отправлять буду вот парус пожалуйста и там кураж самые дешевые цены не понимаю конечно что те кто живет в центре сюда вряд ли поедет но имейте ввиду я вас отправляю точнее нет не правля я вам указываю даю целе указания где самые дешевые цены в данном случае получилось так хотя цены я не отслеживаю как вы помните я их сам не запоминаю камера просто просто пипец я не знаю что с ним творится она прям горячая пожалуйста можно рыбки тут купить пиво все 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 есть тут был магазинчик с тибуреками не знаю крымскими креветки вижу чебуреки да уже тоже уже открываются готовятся тоже скоро будет работать я так понимаю чуть-чуть надо подождать чебуреки с мясом здесь крымские чебуреки были все ребят на этом я заканчиваю этот ролик потому что мне что-то боюсь что у меня аккумуляторы так просто за первые два дня вылетят и кранты на станут он перегрелся окончательно